Здравствуйте, рада приветствовать вас, Мария Владимировна. Меня зовут Виолетта Уморина, я являюсь психологом-педагогом и лектором Международного Ломоносовского клуба. И вот буквально в ночи прибыли к вам с новых территорий, с Донбасса, с Херсонской, Запорожья областей. Мы читали там лекции ребятам, молодым специалистам, студентам, старшеклассникам. И, проделав такой большой путь, 12 дней мы там находились, мы, естественно, встречали большое количество представителей нашей российской армии, военных на блокпостах, в связи с обстоятельствами, не раз приблизившись к линии фронта. И пообщавшись с ними, военные были вообще разных национальностей, от Владивостока до Камчатки, как говорится, и земляки наши. Мои лично с Башкортостана, с Татарстана, с Мордовии. И все они, естественно, там находятся для защиты нашего мирного населения, для освобождения нашего народа, для способствования сохранения культурного кода, как вы сказали, который включает в себя и традиции, и наследие наших братьев и сестер, которые находятся сейчас там. Как раз-таки, переходя к ним, лекции мы им проводили. И пообщавшись с ними ввиду всех наших образовательных мероприятий, ребята находятся в таком двояком положении, исходя из таких причин, как вы сами понимаете, мощнейшее международное давление недружественных стран посредством информационной повестки той же самой. И они растеряны, но они находятся в ожидании. У них есть надежда, что очень важно сейчас для нас. И исходя из всего вышесказанного мной, я хотела бы у вас спросить, что бы вы сказали тем людям, которые сейчас защищают, охраняют нашу страну военным, и что бы вы посоветовали себе в 15-16 лет, будь вам сейчас, да, себе в 15-16 лет, сидя в этом зале, потому что, я думаю, многие ребята, которые вернулись к нам, которые находятся на новых территориях, могут вдохновиться вашим ответом. Большое спасибо заранее. А вот вы сказали, почему в двояком положении находятся или с каким-то двояким чувством? Я вот эту мысль не поняла. Ну, вот, как я и сказала, исходя из того, что информационная повестка дает им ложную информацию, и бывает сложно донести им правду. Давайте начнем со второго, потому что это и будет ответом на первое. Какой совет дала бы я себе, не буду говорить, сколько лет назад, но тогда, когда мне было 15 лет. Я бы повторила те слова, которые говорили мне мои родители, моя мама, моя бабушка. Не обращать внимания на пустое, на второстепенное, а делать свое дело. Знать, где правда, где ложь, а как это определить? Просто знать базовые ценности, вот тот самый набор ценностей, которые, в общем, нам прививают с детства, ну, по крайней мере, хочется надеяться, что всем прививают, которые в том числе можно подчеркнуть из художественной литературы, из очень многих произведений искусства и культуры. Это и есть один из способов определить, где правда, где ложь. Второй способ — это наша совесть. Потому что иногда бывает сложно действительно распознать, что и что. Совесть. И ориентироваться вот на эти вещи. И ни в коем случае не ориентироваться на то злословие, на те проклятия, на те, даже искушения, которые нас окружают по мере того, как мы живем, развиваемся, работаем и так далее. К сожалению, мне это, когда это говорили, я не так четко понимала, о чем речь. Многое, что я слышала, я считала, что это справедливая критика. Многое иногда во мне возбуждало какие-то сомнения или порождали страдания. Я действительно много обращала внимания на то, кто что сказал, кто как оценил или не оценил. К сожалению, есть это во мне и сейчас. Вот я бы себе тогда дала один совет. Слушай родителей, не обращай внимания на вот эту всю чушь, шелуху. Иди тем путем, которым ты должен идти. Делай то, что ты должен делать. Когда тебе тяжело или когда сложно ориентироваться, ориентируйся на свою совесть, на тех близких людей, которые тебе могут дать советы, на проверенные временем ориентиры. и все равно иди вперед. Находи себе силы. Не сдавайся. Вот все, что я хотела бы сейчас сказать в этом контексте. А тем ребятам, которые, как вы говорите, с передовой возвращаются и так далее, я им хочу сказать, это прозвучит парадоксально. Но об этом говорит весь человеческий опыт. И опыт той же нашей контртуристической операции на Кавказе 90-х годов. И опыт нашей Великой Отечественной войны. Еще раз подчеркну сразу, это прозвучит парадоксально. Но эта борьба не будет закончена тогда, когда они вернутся на гражданку. Почему? Потому что на фронте, на передовой многое очевиднее. Ты знаешь, где враг. Ты знаешь, где зло. И ты понимаешь, что ты защищаешь. И ты понимаешь, кто свой, а кто чужой. А на гражданке по-другому. Это так четко описывали те, в том числе и наши с вами предшественники, наши с вами деды, для кого-то это прадеды, которые прошли Великую Отечественную, когда они возвращались уже в мирную жизнь. Вот это вот это ощущение, ну как же так, ну там-то, там-то был враг, вот он там был, за линией фронта. А здесь-то? Да потому что борьба-то идет не только через вот этот самый оптический прицел или через линию фронта. Борьба-то идет за душу человека каждый день. И борьба света с тьмой, добра со злом, она проходит через судьбу каждого человека, будь он на фронте, будь он врачом, будь он учителем, будь он, не знаю, художником, поэтом и так далее, и так далее. И вот это тоже, наверное, может быть, второй совет. Не опускать руки и не сдаваться, хотя будет очень тяжело именно на гражданке, потому что они прошли этот путь, они знали, кто враг, они понимали это. А многие этого опыта не имеют и нужно будет еще пройти вот через это испытание, но они пройдут. Тяжело будет, да, но они пройдут. Как понять и как это пройти? Читать, смотреть и слушать историю предыдущих поколений, которые проходили через великую отечественную. И не сдаваться и не опускать руки. Спасибо большое. Но, собственно говоря, эти два совета, они, опять же, взаимосвязаны.